Мальчик на автомобиле протаранил детскую площадку, на которой играли дети. ДТП, которое невозможно представить, случилось в Елховке Кстовского района. 15-летний подросток, известный в районе гонщик, прав у него нет и быть не может, но он, по словам местных жителей, даже в школу на машине ездит. Выходные тоже проводит за рулем. И вот к чему это привело. Играли в волейбол мы, и вон с той улицы выехала машина на большой скорости. Начал, он повернул сюда и начал его заносить, и он въехал вот сюда. Дети успели разбежаться. Ну, на детской площадке в Тизе сегодня суперконтент. Сидят бравые хлопцы, а рядом на одном из детских гаджетов вот такая красивая машина. Машина висела прямо в воздухе. Рядом бегали испуганные дети. Все куда-то прятались, кто-то плакал. Мальчишка сказал, что у него разрушили велосипед. Чтобы все вы понимали, вот здесь, это вот железная труба, и на ней вот эти грибочки. И детишки просто на них как бы бегали. Вот сами можете как бы масштаб посмотреть, с какой скоростью подросток на этой машине пронес и снес. Просто все вот. Прямо по случайности, что никто не пострадал. Ну, он вышел из машины, все посмотрел, пошел, сел на лавочку. Как он сказал, я перепутал педали, газ с тормозом. Ничего он не перепутал, никакой ни газ, ни тормоз. Когда он влетел на это, мало того, он включил замью и пытался выехать отсюда. Ничего он не перепутал, он ехал, хотел эффектно въехать на нашу детскую площадку. Ребята, которые были за рулем автомобиля, сидели здесь на лавочке и просто курили, и просто смотрели. Ребятки курят, грустят, машинку жалко, лица печальные. И когда он только вышел из машины, когда это все произошло, когда я подбежала сюда, он только твердил. Мне нет 18 лет, мне нет 18 лет. Когда ему говорили, сейчас будем вызывать ГАИ, он говорит, какой ГАИ, сейчас моя мама приедет. Приехала мама и начала на всех кричать, просто крыть всех матом. Этот парень идет к автомобилю, который тут висел, забирает документы. В этот момент мы не понимаем, что происходит, почему он забирает документы из автомобиля. Подходим и спрашиваем, а почему ты берешь документы? Он говорит, мы обо всем договорились, все решили, нас отпустили. Почему вы уезжаете, вы покидаете место ДТП? Вместо ответа опять трехэтажный мат. Так, вот молодой человек, который был за рулем автомобиля, который летел на детскую площадку. Садится в машину. На кладбище с кладбище с кладбище пойдешь. На кладбище могли обосяться мои дети, которые играют на детскую площадку. Пошла отсюда, от моей машины. Похуй меня снимаешь, обося. Мои дети обосяли на этой площадке. Пошла отсюда. Ты есть обося, сиди до пяти утра, мне вообще с кладбище. Пошла отсюда, что ли, больная? Больная, а что она, не больная? Да я, надо лезть. Ваш сын сегодня, которому 15 лет, въехал на детскую площадку. Еще от нее последовало такое высказывание. Она говорит, ты что, по закону живешь? Я говорю, да. Они еще нам сказали, законники. А я живу по понятиям. Как она сказала? Сотрудников ГИБДД мы ждали до 4 утра. Никто не приезжал. Нам говорили о том, что да, 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 через 5 минут мы будем. Ну и на этом все, собственно. В 4 утра приехал эвакуатор, забрал машину. При сотрудниках ГИБДД, соответственно. Мне сотрудник ДПС ответил, что у меня протокол уже на руках. Я удивилась. Я говорю, а как он у вас может быть на руках, если я вас стою, жду здесь, свидетель? Непонятно, почему в 4 утра забрали машину. Взяли дознание только от участников ДТП. Это родителей и самого мальчика. Не привлекли к этому свидетелей. Еще сотрудник ДПС мне сказал, что он ездил к ним домой. Они решили, все, он допрос, и протокол был составлен там. Насчет алкогольного опьянения я не знаю, был или нет. Но перед этим, когда я выезжала, приезжала мимо их дома, у них на капоте стояло пиво. И они были около машины. Он уже неоднократно ездит на автомобиле. И по улицам его видели на бешеной скорости. И в школу он ездит на автомобиле. Сам. Давно. В школе и учителя, и директор школы прекрасно знали о том, что мальчик ездит на машине в школу и возит своих друзей. Я знаю о том, что директор об этом знала и просила, чтобы он не парковался около школы. А до этого он ездил на другой машине, на 14-й, которую, по словам мамы, подарили на 14-летие. То, что он водить машину не умеет, это 100%, я встречалась с ним на дороге. И чуть не посидела. Он вылетел мне под колеса на своей чудо-машине. Это еще на 14-й. И был неприятный очень момент. Был разговор с мамой в начале учебного года, когда он только начал ездить в школу. Он на машине. И она обещала, что он ездить больше не будет. Что он садился за руль только пару раз. Но на протяжении всего этого времени он как ездил на машине, так и ездит. Причем вот результат налицо. В школе, куда мы в первую очередь отправились за комментариями, не стали отрицать, что прекрасно знали о том, что их ученик, не имея прав, гоняет на автомобиле. Он действительно ездил в школу на автомобиле, и вы были в курсе этого и никак этому не препятствовали? Да, я в курсе этой ситуации. Ребенок приезжал один раз на автомобиле, но сразу были вызваны родители в школу, его мама, и была проведена с ней соответствующая беседа. Насколько нам известно, вы ему сказали только о том, чтобы он парковался подальше от школы. Так ли это? Я таких вещей ребенку ни в коем случае не говорила. Мы сразу пресекли его вообще приезд как бы на автомобиле в школу. Маме сразу была отправлена фотография автомобиля, задан вопрос, чей автомобиль. Мама ответила, что да, действительно, автомобиль наш, ребенок приехал в школу. Я уверила в беседе о том, что больше такого не повторится. Лично я не видела больше ребенка за рулем. То есть, возможно, ребята говорили, что он оставлял машину где-то за пределами школы. Мы, конечно, относимся отрицательно, потому что все-таки права выдаются детям с 18 лет. Но здесь родители как бы в первую очередь тоже несут ответственность. У меня просто нет нормальных слов для того, чтобы описать всю опасность, всю серьезность тех последствий, которые уже могли быть. Слава Богу, что никто не пострадал. По поводу субботнего ДТП я не знаю объяснение мамы, хотя я была на месте происшествия. Ребенок просто сказал, что он ехал с маленькой скоростью и наехал на препятствие. А можно с вами пообщаться? Почему ваш сын без прав ездит? Мне кажется, что собаку. Что, вы собаку выпустите? Вы чего боитесь-то? Ваш сын без прав не боится ездить? Жители Елховки также возмущены и тем, что сотрудники полиции, во-первых, вовремя не пресекли эти детские заезды за рулем, а во-вторых, при оформлении самого ДТП, во-первых, не спешили, а кроме того и не опросили всех. Был собран весь присутствие мамы, весь административный материал, и материал был передан в отдел ПДН. Почему сотрудники ГИБДД не выезжали на место ДТП 9 часов? Такого нет. Сразу, как пришла заявка, они автоматически сразу приехали. Скажите, пожалуйста, почему не опросили очевидцев ДТП? Опросили всех, кто был на месте. Опросили родителей, очевидцев, отчима в отношении мамы уже составленный административный материал по статье 5.35 Кодекса административного правонарушения. Соответственно, взаимосвязь с заявителями и очевидцами она была. Конечно, может быть, не со всеми, кто там был. Кстати, к расследованию этого ДТП и всей ситуации в целом подключилась также и прокуратура Нижегородской области. Продолжение следует...